всем привет сразу извиняюсь за свой непрезентабельный вид я вся такая спушая но на самом деле ничего не произошло страшного у нас все хорошо я просто приболела и приболела как всегда как обычно у меня простудное заболевание сколько себя помню всегда одни и те же симптомы и я сейчас расскажу как происходит вся эта вся моя простуда как и какие симптомы и хотелось бы чтобы мне в обратной связи как бы ответить комментариях что это такое как это лечится и вообще как это называется детство сколько бы врачей не смотрели сколько бы мы не лечили никто так мне не смог ответить и это стабильная у меня в карточке а толком никто ничего не знает как это и что это и вообще что мне может помочь в общем начинается с того что начинает щекотать носу начинает очень сильно щекотать в носу и начинает слезы слезы идут так что просто не останавливаться и самое страшное в этом что начинает вся голова болит просто просто раскалывается до такой степени что я становлюсь просто недееспособна и я ложусь и стара принимает это то есть натальное положение более-менее могу себя чувствовать живой потому что это нас настолько и настолько плохо я просто не могу глаз открыть они все пухают у меня вот сегодня уже третий четвертый день глаза до сих пор опуши они у меня будут отходить еще несколько дней но слава богу сегодня я устала скрывать я уже могу двигаться могу могу нормально общаться нормально разговаривать потому что я все эти дни просто лежала я не могла нормально даже просто боль настолько была сильная голова на сколько подскалывалась что кроме того как спать я я больше не могла ничего делать вы представляете как сложно с тремя детьми не имея помощников не бабушек и дедушек и никого из близких кто-то помогли потом какое-то время с детьми и всем при этом мне нужно было как-то кормить детей как-то с ними заниматься что-то помогать ну слава богу муж он мог от работы немножко раньше приходить с работы какой-то день вообще не ходил на работу и в общем сыграл детей в садике школы он делал уроки с ними готовил кушать поэтому как бы в этом плане слава богу был рядом муж и самое интересное что при всем при этом мне не болит горло я не кашляю у меня нет температуры даже температура может быть чаще всего пониженная но состояние такое что тебя просто переехали трактором и ты просто ничего не можешь делать просто это время улетает у меня очень много моих планов они не срослось не получилось их воплотить потому что я просто лежала и мне надо было картодонту я принесла свою запись по картодонту я пропустила экзамен у мартина по музыке был сходил муж все записал конечно на видео но конечно хотелось бы это все живую ощутить побывать там но к сожалению вот когда я болею ничего не может ничего не хочется и просто просто лежишь и ждешь пока пройдут эти три самые страшные дня сама болезнь протекает около среднем около пяти дней три дня самые жесткие четвертый пятый день это уже более восстановление сейчас я уже могу вставать что-то могу делать готовить уже более-менее даже появился аппетит в общем симптомы такие вроде ничего страшного но настолько себя чувствуешь раздавлено и в таком состоянии ужасном такая нереальная слабость и одни сутки я просто поспала нет кучу просто спала сутки напролёт в общем и никакие лекарства я перепробовала разные как и даже глаза мне прописывали и в нос и внутрь ничего не помогает просто помогает время то есть 3 дня лежишь и 2 дня восстанавливаешься и не знаю ну не верю я что нет вот этого лечения нет ни такого способа как это ускорить это и как это это болезнь победить может на ранней стадии какой-то да на ранней стадии на ранней стадии когда только начинает у меня щекотать нос я понимаю что где-то я там наверно простыла уже я начинаю его прогревать я грею грею иногда это помогает и болезнь отступает и я не заболеваю но чаще всего это не спасает и начинается вот такое вот все начинает щекотать и начинать и слезы сначала один глаз потом второй глаз потом два глаза и вот пока не все по очередности пройдет вот такая болезнь ничего не помогает слезы и мне кажется пока я болею у меня литры набирают набрались бы слез литр литр литрами потому что слезы без конца и это очень напрягает голова болит но как я уже говорила вот такой вопрос кто-то знает у меня у меня просто нет никого знакомых с такой болезнью с такой простудой мне не скидь посоветоваться никто не не может помочь вот может кто-то из моих подписчиков кто-то знает так лечится как с этим справляться что нужно пить кому может обратиться нужно есть способы какие-то и волшебная таблеточка волшебные капельки которые могут спасти и ускорить выздоровление потому что в моем случае болеть просто нереально и просто нельзя каждый день у меня расписано каждый день у меня какие-то планы ну это сложно не болезнь просто без беспомощников без занятий это нереально поэтому пишите свои какие-то предложения может кто-то что-то знает буду очень рада почитать и на себе испытывать пробовать потому что это очень-очень сложно и в общем одним словом от этой болезни я получилась и это сложно и хочется и папа не справляется с этим не пишу в парке рассказывал что было наверно сложно да ну на самом деле папа справлялся он нормально не в своей роли ему было самому сложно справляться но в целом он справился все живы-здоровы в школу ходили в садик ходили в принципе все все хорошо ну такое маме болеть нельзя это точно поэтому пишите 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 ставьте лайк и подписывайтесь и надеюсь в следующем видео я буду покачивать красивое и красивое глаз как и пару дней еще и я буду и время и и и Продолжение следует...